Всем привет! Меня зовут Полина и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю видео, где покажу вам свой бьюти-столик и всю свою косметику, потому что очень часто вы меня просите это сделать. Вам интересно заглянуть, чем же я вообще пользуюсь постоянно и какие косметические продукты у меня имеются еще. Так что на протяжении всего видео я вам буду говорить, мне что-то нравится, что-то не нравится. Я уже снимала такое видео год назад и, собственно, никак сама рабочая зона не поменялась. Это все тот же стеллаж из Икеи и зеркало с лампочками. Покупала на просторах Инстаграма. Думаю, кто-то помнит, кто-то нет. Ссылочкой не смогу поделиться, но вот как-то так. И также к моей данной зоне прибавилось еще маленькое дополнение. Это тумбочка, которая тоже продается в Икеа и в ней у меня хранится вся косметика, которой я редко пользуюсь или пользуюсь только для каких-то видео в Инстаграме. Но, думаю, туда вам интересно заглянуть. И да, думаю, формат передвижения вам будет как можно более, знаете, органичным. Вы будто бы сами прогуляетесь по моей комнате. Ну, точнее, только по одной из частей моей комнаты. И вообще, вы просите еще рум-тур. Он обязательно будет, когда я соберусь с этим. Первое, что мы можем видеть, это салфетки от ШИ, которыми можно чистить кисти для макияжа. Они там спиртовые какие-то, их там очень много. Супер удобно. И, кстати, вам совет. Всегда мойте, либо дезинфицируйте свои кисти. Даже если только вы ими пользуетесь, все равно на них собирается много микробов. Да и просто какая-то излишка какой-то косметики. Термальная водичка, которой я уже сто лет не пользуюсь. И баночка, которая вроде бы у меня даже кончилась. Протиралочка для лица. Она тоже содержит вроде бы спиртик. То есть, это что-то от акне. Можете, кстати, ее смело покупать. Приобретала на iHerb. Мне нравится. Думаю, повторно как-нибудь закажу. Потом идут кисти и такие подставочки с кучей украшений. Которые в основном я не ношу. Потому что тут просто какие-то большие сережки. Вот такие, например. А тут у меня лежат уже сережки, которые чаще всего я могу надеть. Это, в общем, мои самые любимые. И также тут лежат колечки, которые я тоже частенько могу надеть. Кстати, давайте сделаем прямо сейчас. Вот такое колечко. Я помню, как выложила вот такую фотографию маникюра себе в Инстаграме. Мне все писали, зачем я замазала кольцо. Потому что это реально выглядело как мазочек. Но это такое колечко. Очень мне нравится. Поставочка для кистей. Думаю, что можно найти такую в фикс-прайсе. Это тоже. Больше даже не знаю. Или на каких-то сайтах. Но самое дешевое это фикс-прайс. Может быть, красный куб. Вот. И совсем недавно я убрала все лишние кисти. Потому что я пользуюсь только тремя. Это я наношу пудру. Это хайлайтер. А это и румяный скульптор. А раньше у меня что-то тут стояло очень много. И мне это было неудобно. И я оставила вот только три своих любименьких. Вот. А тут у меня уже побольше, которые я использую для глаз. Вот эти две мои фаворитки просто. Фаворитки. Не знаю. Это от Clipage.pro. Я ей наношу тени. А вот я растушевываю. Это Chic 11. Вот. Очень-очень крутая. И вот это тоже моя самая любимая. Я ей наношу консилер под глаза. Она очень мягко наносит. Это тоже Chic Baby Face номер 4. В эту баночку положила все свои самые любимые украшения. Я смотрю, почему-то тут нету моих любимых колечек. Тут стоит мой любимый увлажняющий крем. Правда, у него уже закончился срок годности. И мне надо купить новенький. Но я еще его не выбросила. И, кстати, блин, там посмотрите, сколько еще много. А он уже испортился. Это, конечно, печально. Но пока что тут стоит тоже фаворитик. Можете приобретать. Дальше стоят духи, которыми я чаще всего в последнее время пользуюсь. Я их покупала, по-моему, в Интимисиме. И, если честно, я еще даже не нашла свой аромат. Знаете, вот ты должен прожить жизнь так, чтобы найти свой аромат, который будет принадлежать вот чисто тебе. У моей мамы он есть, у моего папы он есть. А я просто пользуюсь чем более-менее понравится. Вот. Рядышком тут стоит баночка. Это база под макияж от Clorans. Это моя самая любимая база. Но, если честно, я ей пользуюсь не каждый день. Потому что мне немножечко ее жалко бывает. Но, вообще, у меня есть еще одна любимая база, которая стоит рядышком. Это база от Elf. Она гораздо дешевле. И вот ни на грамм не хуже, чем база вот эта. Так что, вот, сами выбирайте. И тут у меня стоит такая баночка. Тут уже чуть-чуть постерлось. Это я покупала такие баночки для путешествия. И мне очень удобно, что у меня тут не стоит гигантская банка со смывкой. А у нас эта банка стоит в ванной с мамой. Вот. И тут у меня... Я просто наливаю себе немножечко. Потому что иногда, знаете, косятишь в макияже. И чтобы не бегать лишний раз до ванной, у меня тут все свое. Тон, которым я пользуюсь сейчас. Я его смешиваю. Потом покажу, с каким тоном. Ну, ничего. Такой прикольненький тон. И на самом зеркале, вот тут вот на лампочках, у меня висят разные цепочки, которые я ношу очень часто, но не все. Это сережки. Потом тут висит подвесочка. Ой, мне она очень нравится. Это гитара. Безумно красивенькая, такая миленькая. Ну, я люблю чередовать разные подвесочки. Потом какой-то бантик, если честно. Я его вообще никогда не надеваю. Ой, это тоже мой просто фаворит. Это я покупала в H&M. Думаю, вы, если подписаны на мой инстаграм, не раз замечали такую подвеску. Потом идут цепи покрупнее. Вот их я уже ношу никогда. Но почему-то мне, у меня было такое, знаете, желание приобрести их. Такая подвеска от Pandora. И, ой, вот эту я тоже обожаю. Она такая тройная. Тут у меня стоит мусорка. Без мусорного ведерка никуда. Рядышком в бьюти-зоне. Это две такие подставочки для ватных палочек. Мне очень нравятся они. И они просто как даже декор. У меня сейчас там, как видите, кончились ватные палочки. Подставочка для ватных дисков. Удобненько. Тоже все складываю. Вот. И такая вот подставка под мой спонжик. Который сейчас очень маленький, потому что он не сырой. И мой телефон. А, просто смотрите, какой прикольный чехол. Кстати, я уверена, что будет куча вопросов, откуда этот чехол. Так что сейчас я вам расскажу, где можно заказать такой чехол. Когда я пришла в школу с этим чехлом, я просто такие, типа... Девятый класс. Здравствуйте, my little pony. А вообще, я сейчас вот так поставила камеру, чтобы поделиться с вами ссылочкой на чехлы, которые мне недавно прислали. Прислала фирма Кейсплейс. Я просто хочу вам рассказать, где можно заказать очень крутые чехлы. Просто я сейчас вам покажу. Или вообще опупите. Мне прислали вот такие три чехла и пауэрбанк, который тоже очень красивый. Меня уже завалили вопросами в инстаграме. Тогда я вам показала, что мне прислали по сотрудничеству. С этой фирмой я решила сотрудничать, потому что мне реально понравились их чехлы. После того, как они пришли, я не пожалела, потому что качество суперское. И да, от вас я никогда не скрываю, с кем я сотрудничаю, а с кем не сотрудничаю. То есть, что-то я могу сама просто с вами поделиться продуктом каким-то, а что-то мне предлагают прорекламировать. И если мне это нравится, это ключевой момент, то я вам про это расскажу. Потому что, реально, думаю, чехлы это всегда актуально. Знаете, как для подарка, просто порадовать себя. И если вы хотите получить скидку 200 рублей на эти чехлы, то вводите промокод POLINAYUS при покупке и вуаля, скидка ваша. Это сразу же плюс 10 к настроению. А вообще, у них на сайте есть куча-куча разных чехлов с разными мультфильмами, сериалами. Вот это просто топ для всяких сериаломанов. Потому что, знаете, когда посмотрят штоповый сериал, сразу хочется просто все с разными героями и все в этом духе. А самое крутое то, что вам не обязательно рыться у них на сайте и искать то, что вам нужно. А вы просто можете сами себе сделать любой чехол. То есть, загрузить свою фотографию или фотографию из интернета. Или вообще любую другую фотографию, рисунок, карты. И вообще, все, что вам только захочется. Надпись. Чехлы реально стоят того. Они не очень дорогие. И, кстати, они очень быстро мне пришли. Поэтому всем рекомендую. Ссылочку оставлю в описании. И продолжаем просмотр моей бьюти-зоны. Пока рассказывала вам про чехлы, когда померила это, я поняла, что он прекрасен и великолепен. И я оставлю его. И переходим к внутренним ящикам. Там уже изменений произошло побольше. В правом ящике у меня лежит косметика, которой я пользуюсь каждый день. Давайте пройдемся по ней. Эта тушь, она просто... Я, конечно, молодец. Я взяла камеру так, чтобы вы ничего нафиг не услышали. И теперь мне придется перезаписать звук, только уже на микрофон. Первая это тушь от Stellar. Она бордовая. И это очень круто выглядит на ресницах. Мне особенно нравится ей прокрашивать нижние ресницы, чтобы это смотрелось более натурально. Дальше карандаш от Chanel 34-го оттенка. Вообще топовый цвет на каждый день. Очень нежно смотрится и в то же время подчеркивает губы. Тушь от Gourmandise. На каждый день подкрашиваю ей верхние ресницы. Гель для бровей от Artvisage. Вообще он прозрачный, но со временем он немного грязнится. Мой любимый консилер от Estee Lauder. Карандаш для бровей от MAC. Он пудровый. И гигиенечка для губ. В отделе для организации вы можете найти такие вот органайзеры. Но прикол в том, что для того, чтобы я смогла запихать их в ящик, я это просто все разрывала. Вы бы знали, скольких сил мне это стоило, но я смогла это сделать. И сейчас у меня все очень даже удобно организовано. Вот, это хайлайтер Dior и скульптор Dior. Румяна от Clarins. Вы, кстати, не бойтесь, это я себе на день рождения подарочки такие дарила. А вообще у меня очень много еще бюджетной косметики, так что оставайтесь. И смотрите, я вам обязательно покажу свои самые любимые бюджетные варианты. Они, кстати, вообще нескончаемые. Если эти уже даже вон хайлайтеры немножко потрепаны, то это вообще, по-моему, не уменьшается. Не знаю, сколько лет мне это хватит. Пудра от Elf. Хотя, на самом деле, это не Elf, а внутри насыпан Clare. И вот как раз тон, который я смешиваю с тоном от Aiden. Это от Beauty Bomb тон. Но я реально нашла для себя очень хороший тон. Мне нравится. Я просто смешиваю их один к одному и все, очки. Очки-пау-пау. Вот. И мои любимые тени, которыми я пользуюсь каждый день. Это Too Faced Sweet Peach. Вот. Сейчас вам покажу свои любимые оттенки. Это смешать вот этот и, например, вот этот. Нанести на все веко и растушевать вот вместе с этими. И в уголочек глаза смешиваем вот этот и этот. Ну, это я как делала сегодняшний макияж глаз. Знаете, в 2020 году очень красивые естественные оттенки на глазах. Поэтому мне уже даже самой не хочется наносить какой-то ядерный розовый. Хотя я раньше любила это очень делать. Люблю эту палетку, потому что можно сделать как темный смоки, как дневной. Все помешать, там смешать и вообще. Еще мой фаворит хайлайтера. Это Mary Lou. Вообще топчик хайлайтер. Стоит тысячи полторы. Покупала вроде бы в золотом яблоке The Balm. Вот. Тоже давно покупала, года два назад. Если даже не больше. И вот как-то так на постоянке использовала. Не сильно-то закончился. Вот такие румяшки, которые мне тоже очень нравятся. От фирмы Илла Маска. Крутые румяшки. И еще вот такой хайлайтер от Rimel. Тоже мне очень нравится. Потом тут лежит у меня пилочка. Еще какая-то штучка тоже, чтобы подпиливать на ноготки. И тут я придумала себе такое хранение линз. Это отрывать верхушечку от коробочек с линзами. И просто запихнула. Сюда идеально вошли две коробочки. А две, потому что у меня разное зрение на глазах. И использую разные линзы. И переходим ко второму емшечку, левому. В который я уже заглядываю очень редко. Хотя нет, я его открываю тоже каждый день. Потому что тут у меня лежит мой такой вечерний уход. Иногда на ночь я наношу цинковую пасту на какие-то воспаления. Каждый день я что-то чередую. Но у меня уже, знаете, какое-то свое понимание, как кожа на то или иное реагирует. Потом увлажняющий крем Lipo Base, который я использую. Пока мой закончился, я не купила новый. Дальше очень хороший бальзам, но пахнет он не очень. Масло от Artvisage. Я, если честно, даже не знаю, что это за масло. Просто я его как-то нашла в посылке, которые мне присылали Artvisage. И с тех пор начала на ночь его наносить на брови. Не знаю даже, есть от него какой-то эффект или нет. Но меня это как-то забавляет. Масло чайного дерева. Я его тоже наношу на какие-то определенные зоны, когда у меня есть какие-то воспаления. Потом серная мазь. Заказывала на iHerb. Тоже показывала вам не раз. Тоже хорошее средство от воспалений. И дезодорант, это прямо мастхев, который я тоже заказывала на iHerb. Вообще всем рекомендую отказаться от дезодорантов в масс-маркете, поскольку они содержат очень много токсичных веществ, которые попадают к нам в организм при нанесении. А такой дезодорант, он натуральный и никак не вредит вашему организму. И также у меня тут лежит краска для бровей от Elan, вроде бы называется так. Вы, кстати, просили меня снять вам видео, как я оформляю свои брови. Так что... Потом. В этом ящичке у меня лежат все мои линзы, которые я использую только для каких-то видео. Цветные линзы, точнее. Это все линзы. Я их вот так подписала под водкой, чтобы различать, потому что баночки все одинаковые. И открывать каждый раз все мне прям раздражает. В следующем отделении у меня лежат помады, которые я люблю всей душой, но тоже пользуюсь ими не каждый день. Это вот NYX всякие. Ну, думаю, вы по упаковке знаете и видели такие не раз. Но вот это я пользуюсь почти каждый день тоже. И какие-то блесточки. Это клей для ресниц. Ну, как так можно вот просто пролить все? Сейчас-то надо вставать, как-то протирать. Да, классно. Ладно, сейчас-то быстренько высохнет, а я вам пока покажу, что у меня стоит сверху на этой тумбочке. Во-первых, это такая свечка, в которой вы можете видеть мое прекрасное, красивое отражение. Это очень смешно. По-моему, мне ее покупала мама. То ли в H&M, нет, не в H&M. А, в Zari Home. Это свечка из Zari Home, кстати, да. Точнее, не свечка, а вот эта подставочка. Потом у меня стоит всегда тут водичка. Тут сейчас ее очень мало. Надо будет, кстати, сходить налить. Я всегда в комнате держу такой фужерчик. Что? Фужер? Даже не знаю, что такое фужер. Короче, я держу такую банку. Ну, не знаю, это банкой. Просто с водичкой. И наливаю всегда в кружечку. Пирусь такой красоты. Где написано «Не бойся начать». И фломастеры, которыми я рисую у себя на доске. Тут мои животные миленькие висят. Вообще, всю эту косметику, это она у меня добавилась, можно сказать, реально за год. И потому что мне присылают разные бренды для того, чтобы я снимала с ними видео. Хотя тут очень много, что я сама себе покупала уже очень давно. Тут у меня лежат разные тональники. Это, кстати, очень клевый консилер от NYX. Просто тоже фейворит. Я им иногда тоже пользуюсь. Жидкие хайлайтеры. Тон от Estrade. Неплохой. Он такой увлажняющий, в принципе, легкий. Может быть, на лето. Иногда буду им пользоваться. Потом консилеры от O2O. Консилер от Catrice. Это контуринг от Beauty Bomb. Контуринг от Maybelline, который у меня уже живет просто года три, если не больше. Вот там еще тоналка от Colorance. Мне, кстати, очень нравится. Цвет мне не очень нравится, поэтому я и перестала как-то пользоваться. Там еще немножечко есть. Вот. А вообще, можете запомнить и потестить вот эту Skin Illusion. Хайлайтер от MAC. Я, может быть, буду пользоваться летом. На солнышке очень круто блестит. Особенно, если намазать, мне кажется, тело. Потому что на лицо блестки немного большие. Вот. Потом тоже такой жидкий хайлайтер от Artvisage. Иногда я его в тон мешаю. Ну, это, естественно, очень редко, но тоже добавляет какого-то сияния. Тон от Collagen. Я в сторис вам рассказывала вообще, что оттенок немножечко землянистый. Но вообще сама текстура и как держится все очень даже хорошо. Это, кстати, тоже я так разделила такими коробочками, откапывала их везде. Сгибала, запихивала, чтобы лишь бы у меня все было удобно расположено. На помадах вообще я не вижу смысла останавливаться, потому что у меня есть отдельное видео про все эти помады. Точнее, я вам просто наносила его. Я прикреплю вам подсказочку. Посмотрите, может быть, потом. Вот. Но могу выделить, знаете что? Вот такую вот помаду красную от Artvisage. Просто огонь. Очень красивая. И также вот еще вот такая от Estrade. Тоже очень крутая помада. Хотя нет, нет, нет. Нет, я хотела вам другую показать. Что-то я ее потеряла. А, вот она, вот она. Вот это Estrade. Крутая красная помада. Это круче, чем вот эта. Так что берите на заметку вот такую. Еще одну покажу. Это NYX Powerpuff. Переходим к следующему ящику. Тут у меня уже лежат маски. Какие-то ободочки. Масок у меня очень много. И почему-то мне их жалко использовать. Поэтому они у меня не кончаются никогда. Просто. Но я их покупаю в основном для видео. А так в жизни редко пользуюсь. И разные ободочки. Я люблю смотреть где-нибудь в H&M. Вот этот вроде бы в Marmalade покупала. Ну, то есть, знаете, такие магазинчики с всякими аксессуарами недорогими. Мне нравятся для видосиков. Потом заколочки. Тоже для видео. Тут у меня лежат все туши. Ну, это какая-то гигиеничка. Вот. О, это просто бомбезная. Beauty Bomb тушь. Классная. Покупайте, если увидите. Мне очень нравится. Так, что я вам еще могу тут выделить. Ну, вообще, на самом деле, все туши последнее время мне прям нравятся. Вот этот Art Visage. Вот это прикольное. Ну, вот, в принципе, все. И тут еще какие-то блесточки от Chupa Chups лежат. Тоже мне, кстати, нравятся они очень. Так что, ну вот. Мне удобно так это все хранить. Почему я закрываю? Если бы я вам еще не показала. Ой, это я вообще обожаю эту пудру. Не пользуюсь ей каждый день, потому что она, скорее, для съемок крутая. Это такая, знаете, беленькая. Она салика. Очень дешевая, думаю. Ну, мне ее тоже присылали просто на обзор. Вот, потом скульптор от MAC. Хайлайтер от Art Visage. Вообще тоже топовый. Хайлайтер от Inglot. Такой хайлайтер для любителей, скорее, крупного блестка. То есть, очень крупные частички вот эти сияющие. Поэтому я такое не очень сильно люблю. Румяшки тоже пользовалась ими очень долго. Обожаю тоже The Balm, Fred Boy. Может быть, кто-то помнит с первого моего видео на Ютубе. Вообще просто меморис такие я не могу. Кремовый румяна от Art Visage. Могу, кстати, тоже порекомендовать. Очень такой приятный оттенок. На лице сразу же такой милый румянец появляется. И вот такие тенюшки. Color Tattoo 24. Это Maybelline. Неплохие, хорошенькие, жидкие. Или кремовые? Кремовые. Почему жидкие? Следующий ящик, который уже большой. Тут у меня лежат все мои тени и повязки. Ну, повязки я не вижу, вам слышала прям показывать. Это вы могли наблюдать в разных моих видео. Вот еще всякие ободочки, всякие карандаши. И, кстати, заказала себе еще Салика ресницы, которые просто уже сто лет хочу попробовать в своих видосиках. Вот, но все как-то не доходят руки. Еще вот такие интересные, чтобы, знаете, образы прям были. Так что, да, надо что-нибудь интересное снять. И сейчас пройдемся по палеткам. Огненная палеточка Huda Beauty. Вот так она выглядит. Но это, скорее, знаете, не на каждый день, потому что тут очень много глиттерных оттенков. Хотя повседневный макияж тоже можно сделать, потому что вот тут сверху есть очень даже натуральные оттеночки. Ну, на любителя, но я прям тащусь вот от этого оттенка и от вот этого. От вот этого. Прям просто... На глазах это выглядит очень красиво. Знаете, такое сырое какое-то сияние. О, еще из очень интересных палеток. Это такая космическая, которую мне тоже прислали на обзор. Это фирма Dito. О! И я вообще, когда ее открыла, просто как маленькая радовалась. Нравится эта палетка, потому что она, знаете, такая яркая, красивая. Так что вообще просто огонь. Еще одна палеточка Huda Beauty. Очень мне нравится. Вот она уже, скорее, на каждый день. Дальше тени от NYX. Кстати, тоже хорошая палетка. Мне нравится Ultimate. И вот эти еще палетки из разряда вот того космоса. Все какая-то космическая линеечка. Но там уже, кстати, везде оттеночки по-натуральней будут. Вот, например. Очень красиво все. Просто я балдею. Ну и три палетки можете найти, может быть, на сайте и посмотреть, какие там оттенки в других. Потом румяшки от фирмы O.T.O. Тоже это все больше для видео. Вот. Ну и тут уже, в принципе, не самое интересное все. Можно перейти к последнему ящику. Тут мы долго задерживаться не будем, потому что тут у меня уже свален просто хлам, который я не знаю, куда засунуть. Это какие-то растворы для линз, антисептики. Мои линзы. Потому что их много очень. Вот. А, ну тут есть немножко косметики. Это блестки. От Клипаж. И не только. Вот, например. От Estrat. Клевые блестки. Я им делаю. Макияж на Новый год себе. Вот. Это что-то тоже с Нового года. Какие-то коробочки. Ну. Как-то так. Я вам показала всю свою косметику. И, кстати, теперь у меня тут стоит такой мишка. Хотя, я не знаю, год назад он у меня тоже стоял или нет. Не знаю, даже напишите в комментариях, если помните. Кстати, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, чтобы помочь в продвижении моего канала. И всем огромное спасибо за просмотр. Я всех очень сильно люблю. Целую. И крепко-крепко обнимаю. Ну что, ребятки, как-то так. Я сегодня такая прям нежненькая, нежненькая, миленькая. И я всем желаю хороших выходных, хорошего настроения. Не знаю, почему выходных. Может быть, вы это смотрите не выходные. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok